Доброе утро! Да, сейчас рано, 6 часов. Я почти что вовремя, такое редко бывает. Первый вызов. Не лучше ли шершня убивать ночью? Я знаю хорошо насекомых, в принципе. И зачем их ночью обрабатывать? Ночью вы только будете мешать людям, и никакого пользы от того, что вы обрабатываете шершня ночью, нету. Почему? Объясню вам через 30 секунд. Вот место преступления. Не буду играть со светом, потому что даже азиатский шершень может прилететь на свет. Ну что перед нами? Перед нами маленькое гнездо. Гнездо с размером с мячик. Так, все. Не говорим о мячах. Что сейчас видим? Немножко шершней. Сейчас довольно-таки прохладно, и гнездо довольно маленькое. Вот тут пару шершней, но их вполне хватит, если вы вдруг пристнете полезть к гнезду. Сейчас еще гляну по кругу, нет ли тут других шершней, потому что колхозники не очень-то и внимательны. О, один, два, три, повырезали. И когда вы думаете, что там один шершень, там оказывается их два. Почему я вам об этом говорю? Да потому что любой шершень, или даже оса, они обязаны питаться, а для этого они должны вернуться к себе в гнездо. Шершень сам по себе ничего не ест. Поэтому для питания он обязан будет вернуться к гнезду. И там уже, не подозревая ничего, прикоснется к отраве. И это стопроцентно работает. Поэтому, повторюсь, обрабатываете ли вы гнездо днем или ночью, результат идентичен. Извиняюсь. Так, спокойно обработаю сейчас гнездо. Единственная вещь, которая может плохо сыграть, это если вы сразу же уберете обработанное гнездо. Если вы обработали гнездо, или кто-то его обработал и сразу же убрал, это может привести к проблеме. Шершни, которые находились снаружи, они прилетят и начнут восстанавливать гнездо. И так далее. И такое я очень часто вижу. Сейчас я буду использовать легкую штангу. Вы не знаете, что это такое, но это алюминиевая штанга, которую я сам сделал. Штангу и радиктор для такой операции я вытаскивать не буду. Простая обработка, под давлением загоню порошок, и все. И оставляю гнездо в покое. Это очень важно. Конечно, вы его можете сразу уничтожить, но я вам советую оставить его на 4-5 дней. Я оставляю на год. И уничтожить его весной следующего года. И дезинфектируйте. Уксусом хорошо работает. А также можно использовать одеколон, очень такая крепкая вещь. Отбеливатель. Или продуктами, которые вы дезинфектируете, ваше там, пастбище. Так, ладно, обрабатываю, потом посмотрим, ближе, что происходит. Надеюсь, колхозник Дамьян не придет. Обычно колхозники просыпаются так рано, что когда я уже приезжаю, их уже не бывают. Но он придет. Все, обработка прошла мягко и аккуратно. Шерстник практически ничего не заметили. Конечно, если вы гнездо не ковыряете, тогда все проходит нормально. А теперь я иду дальше. Начинается день, и уже шершни будут более активными. А вот теперь идет хозяин. Его зовут Дамьян. Счастливый колхозник, он разводит уток. И если вы окажетесь на базаре Женя, он вам сделает скидку 2%, не так ли? Ну, жулик же ты! Привет, привет! Когда ты это гнездо заметил? Вчера. Вчера? Ну что, одним гнездом меньше. В этом году они повсюду. Да, знаю. До следующего номера, хорошего настроения. В общем, спрашивайте, Дамьян, как называется твоя ферма? Мулан Долабад. Мулан Долабад. У него суперутки. Слушай, у тебя там голуби. Ты что, голубей разводишь? Мулан Долабад. Нет. А, нет. Не забывайте, Мулан Долабад, каждую среду и 2% скидки. А если вы скажете Бонжур Дамьян, 5% скидки. Бай, до следующего. Але, маленький бонус. Вы знаете, что я люблю вам показывать специальные вещи. Перед вами королева азиатского шершня. А, эта королева специальная, особенная. Цвет, видите ее? Желтая сзади. А это значит, что этой королеве уже год, ну скажем так, 6-8 месяцев. Желтые лапы, черная грудь. И вот тут, где мой палец, желтенькая полоска, черного цвета, с медноватым оттенком. А это говорит о том, что эта королева старая, она прожила целую зиму, то есть она провела зимовку где-то. Вполне возможно, что в коробке от обуви у вас дома или где-то там в другом месте. Зимовать она может где угодно. А это бажар в Жене. А это месье курица жареная. У него тоже можно 5% скидки получить. Он работает здесь со своей женой. 5% скидки. Скажите просто, здравствуйте, господин курица. На этом базаре мы развлекаемся. Я здесь каждую среду бываю. До следующего номера. А это о филь де сезон. А вот 5% скидки у нее получить, это еще надо добиться. О, покажет пустой карман, потому что соседняя курица все склевала. Вот этот продавец куриц. Бай-бай до следующего номера. И хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok